В середине марта мы вместе с департаментом ЖКХ проверяли состояние левого крыла и, признаться, были удивлены, увидев, что здесь действительно проделана большая работа. Жильцы дома рассказывали, что руководитель ТСЖ много лет не идет на контакт и отказывается выполнять свои обязанности. Но предписание контролирующих органов исполнить пришлось. Правда, не без нареканий. По словам собственников, их не предупреждали о том, что будут наводить порядок. В результате пропали личные вещи. У нас пропало оттуда имущество. Я так думаю, у меня есть просто доказательства того, что там находилось. Часть имущества была похищена. И я это имущество нашел в подвале ТСЖ. Вот как-то так. Конкретно батарея с нашего подъезда, которую я спускал в подвал для обработки, для ремонта, для покраски. Теперь о правом крыле. В начале года в госжилинспекции нам рассказывали о том, что до 1 апреля собственник этих помещений, а это частное лицо, должен убрать на своей территории. Ему выдали соответствующие предписания. А потом он перестал выходить на связь и проверку перенесли на неопределенный срок. До тех пор, пока не станет известно, что хозяин этой части подполья получил уведомление о предстоящем приезде комиссии. В общем, складывается ощущение, что это надолго. А тем временем подвал в божеский вид пытается привести Павел Подпорин. И по его словам, работы еще очень много. И делать ее должны не жители дома, а специалисты. Первая у нас там электрощитовая. Все-таки то, что там паренек этот смотрел, что там я бы хотел, чтобы это осмотрели специалисты. И не просто там опять для галочки, а чтобы они реально были заинтересованы в том, что уже трижды было возгорание. И стоит взять это на заметку, чтобы в очередной раз поставить галочку. Нет, так не пойдет. Нужно разобраться с проблемой. Там есть ряд нюансов, которые тут элементарные, не по ГОСТу, как должны. Там земли нет элементарной, как она должна быть. Там 5 сантиметров такая-то полоса, к примеру. Очень важный момент – это сантехнически. То есть все трубы, которые подобны, то, что мы работали до Нового года, после Нового года, вот поменяли нам, нужно завершить этот процесс, потому как мы будем вот в этом году, мы еще будем два раза где-то к этой проблеме возвращаться, и весь следующий год, может быть, даже раза четыре за следующий год, если это капитально не поменять. И еще один очень важный момент. В 2017 году, когда я узнал про замену стояков, вот конкретно я узнавал за свой стояк, узнал, что нам в подъезде должны поменять стояки. Я предполагаю, в нашем доме два подъезда поменять стояки. Уж, я думаю, средства мы накопили за эти годы. И наши стояки со дня на день, со дня на день, ну, просто все, они взорвутся, и потом будут устранять проблему. И я так полагаю, что стоит этого дождаться, не так, знаете, предупредительный сигнал такой, вот устраните, а чтобы реально прочухали, ну, в чем мы живем. Сквозняки, текущие трубы, тараканы, сороконожки и прочие, прочие, прочие живности и всякое разное такое подобное. То есть, ну, нагадили хорошенечко. И, скажу честно, приблизительно с каждого подъезда по три, по пять человек нужно в течение года, хотя бы, чтобы раз в неделю уделяли полчаса, чтобы мы, ну, лет за десять сейчас в обратном порядке двинули ума этому подвалу. Причем подвал – это пусть самая большая, но не единственная проблема дома. Весь фасад, он разрушается. То есть, за крайние три года, это то, что я пристально слежу за фасадом, да, на примере своего, я вот заштукатурил его, там, где цементный, где гипсовая штукатурка, чтобы посмотреть все это дело, как оно. И вот, пожалуйста, через пять лет, я не говорю за гипсовый, цементный уже начинает отходить. То есть, недоделанная работа. А у нас весь фасад скрыт. Если сейчас вот этот дом пройти, Советская 7, Пролетарская 1, по кругу, по периметру, ну, любой человек поймет, что подмывает здание хорошенечко. И в подвале это очень сильно ощутимо. Ну, и, соответственно, вот этот вот подвальный вход, я уже говорил, что он вот так вот наклоняется. Вот я сейчас рассматриваю вариант, что после двери нужно какие-то усиления делать, потому что ветерки сейчас будут задувать, и, ну, я думаю, может возникнуть проблема. Ремонт его просто не было. Разрушалось, все системно, скажем так, не очень динамично, но уже сейчас критично. Я же рассказывал, по-моему, в какой-то раз, что с чего начался ремонт. Когда мы два года прожили в подъезде со снегом, у нас дверь, перед дверью, при выходе из подъезда провалился пол. Есть причины также, они в подвале находятся, после у тех демонтажных работ, опять же. Вот. Все в цепочке. И пол этот провалившись, создал нам, ну, большую проблему снежную, задувание и так далее, до того, что люди там травмировались. Вот. Я сам там несколько раз, чуть было не было, и впоследствии просто я, лето наступает, и я решил, думаю, так, надо пойти, начать с двери. Две недели я с ней работал, восстанавливал полностью, там, рихтовал, зачищал, красил. И вот с этого все началось. Тамбур восстановил, пол восстановил, стены загрунтовал. То есть я предотвратил гниение, потому что гидроизоляция отсутствует с фасада, вовнутрь подъезда все пошло, то есть дальше мы не пошли. Плюс у нас с пятого этажа топило кровлю, когда у нас на пятом этаже до сих пор это все остается. Когда ветра дуют, очень сильно свистят окна, потому что, ну, они, во-первых, там только одни рамы, вот, а во-вторых, вот эта вся внешняя отделка на вот этих окнах подъезда, она уже давным-давно разрушена. Если ее не сделают, ну, скоро их начнет выдувать, как вот в прошлый раз, крыша сдувала, там, стекла, логовые машины. По словам магаданцев, наплевательское отношение ТСЖ проявляется во всем. Стоит зайти в подъезд и становится понятно, что руководство товарищества не хочет тратить деньги не только на содержание дома, но и даже на уборку. Только после серии наших материалов и обращений в различные инстанции случилось чудо. Пришел человек с двумя ведрами в одном порошок. Я говорю, правда, что ли, а так можно было? Все, и он на коленочках, Сергей, у меня есть видео, там, публикация в инстаграме. Он пролез, я говорю, Сережа, что вы, говорю, за вот, ну, я вот, возьмем три года. Я ему откровенно вопрос задал. А что вы, говорю, в течение трех лет, ну, первый раз ты вот так приходишь, моешь. Он такой сидит, ну, пацан-мужик там, что вот с него, что, да, с него спросить? Он такой, да я откуда знаю. Дали указание. Я говорю, кто? Сорокина. Ну, здравствуйте, Ольга Александровна. То есть, ну, вот какой-то такой момент. И еще есть очень важный момент, это прям острая проблема. Нам уже длительное время обещается собрание. Уже были обмануты все. Все только, кто, кого можно обмануть. Весь двор. В том числе и депутатов округа. Потому что это было там в нашей общей группе. Мы договаривались. То есть, объявлений не было. Все. С марта месяца собрание общего не произошло. Но мы не знаем, как инициировать собрание. Мы группой создали аккаунт в Инстаграме. Да, я там достаточно, ну, где-то, может быть, немножечко агрессивно записываю видео. Но эта манера, она не врожденная. Это вот здесь развилось. Когда ты просто ходишь, договариваешься, это одно. А когда ты много лет живешь, и в итоге ты осознаешь, что, а, вот мусор подошел, и начинаешь разбираться, откуда он прибыл в твою жизнь. Все. И вот мои чудеса начались в подвале. Это все прекрасно помнят. Очень много эмоций было на тот счет. В борьбе за порядок Павел обращался во все контролирующие органы. По его словам, большинство сотрудников все эти годы только делают вид, что хотят помочь. Но ВОЗ и ныне там. Правда, в некоторых инстанциях все-таки пошли навстречу. Например, с подачи ЦУРа заменили часть труб в подвале. Но на этом все закончилось. А дом нуждается в комплексном решении проблем. Причем немедленно.